На картодроме «Микс» при поддержке Департамента спорта города Москвы состоялось уникальное мероприятие «Картсим Московский спорт», объединившее реальный автоспорт и виртуальный. Эмоции у участников были разные, но в любом случае исключительно яркие. Очень классное мероприятие, формат, главное, интересный. То есть реальные гонки и виртуальные в одном – это классно. Кольцевые гонки – это не мое. Я вот сколько раз пробовала кататься по кругу, мне на втором-третьем круге становится скучно. Ну, потому что у меня голова кружится, мне простора не хватает, и хочется все время куда-то с дороги уехать. Все интересно, ничего сложного здесь слова нет. Единственное, нужно тренироваться и вкатываться, что и в езду в картинге, и вкатываться, привыкать, соответственно, на симуляторе. За 20 лет, которые в автоспорте, я прям реально сегодня круто отдохнул, я прям повеселился, я действительно получил крутые классные эмоции. В соревнованиях приняли участие 10 команд по 4 участника, которым предстояло проехать 80 кругов по реальному гоночному треку и еще 20 по виртуальному автодрому Москва Рейсвей за рулем российского прототипа БР-03. Симрейсинг – это огромное движение, которое, возможно, по массовости, оно уже опережает реальный автоспорт. Ты не поедешь, если у тебя нет правильной техники. И она прям очень четко выдержана. Ты должен действительно загрузить морду, на каких-то остатках этого тормоза повернуть. Ты делаешь все то же самое, что ты делаешь на обычной машине. Ну, единственное, что не сжимает вот так вот всего, когда ты летишь в стену. Наша попытка объединить эти аудитории, она позволяет олдскульным людям, ну, типа меня, понять, что такое симрейсинг и найти его для себя. С другой стороны, благодаря симрейсингу ребята, молодые ребята, которые только гоняют на крутых тачках по разным трассам на компьютере, они придут в картинг и они поймут, что такое реальный автоспорт. По результатам напряженной борьбы третье место досталось команде «Микскартинг», в которой выступал главный редактор канала «Автоплюс» Кирилл Ларин. Серебро забрал коллектив под названием «Апекс», а на высшей ступени пьедестала оказалась команда «Московский спорт». Стабильность привела нас к правильному результату. Правильно все распределились, все сделали свою работу четенько и все. Вот, и поэтому мы первые. Идея объединения реальных гонок с виртуальными понравилась и организаторам, и участникам. Так что подобные мероприятия мы почти наверняка увидим в будущем.